Наконец-то, Татьяна! Здравствуйте! Расскажите о себе, чем вы занимаетесь, в общем, все, что считаете нужным. Вообще работаю в сфере пацины, в данный момент я в декретном отпуске. То есть, времени сейчас, я так понимаю, достаточно для того, чтобы можно было помимо ребенка еще заняться самобой, правильное решение. Какие сложности у вас возникают с подбором? Я не могу комбинировать все еще. Не умеете комбинировать. То есть, на мой взгляд, то, что сейчас я вижу на вас, понятно, что вы оделись для досуга, для кино, но все же это дает легкий намек на ваш стиль. Вы собираете вещи из разных стилей в одном комплекте. В некоторых случаях это даже приветствуется, но все же существуют определенные правила, по которым мы эти разные стили собираем. Сегодня мы постараемся с вами выбрать вещи таким образом, чтобы вы не только увидели себя, но и поняли, по какому принципу мы это делаем. Согласны? Тогда отправляемся в магазин. Отлично выглядите, Татьяна. Как вы себя ощущаете? Для меня это немного необычный образ. Базовый комплект на каждый день. Обратите внимание на него. Думаю, что в вашем гардеробе такой костюм должен быть. Мне как-то нравится вообще. Не ожидала, честно. Когда я его видела просто висящим на... На вешалке? Да, да, да. Не впечатлил. Я его даже думаю, наверное, все-таки... Я померяю, конечно, но сейчас в целом смотрится очень гармонично. Ну что ж, я думаю, что такой комплект вам более привычен. Верно? Верно. Да, и как мы уже говорили, я вам объяснила, как сочетать фактуры, да, как обращать внимание на фактуры, на цвет, на текстуру материала для того, чтобы правильно собрать комплекты. Да, вот, допустим, в этом комплекте они все взаимодействуют по цвету между собой, да, все взаимодействуют по фактуре между собой, поэтому мы смело можем их сочетать. Ну и, естественно, мы обращаем внимание на форму этих вещей. Татьяна, ну что, очередной повседневный образ, да, который я вам предлагаю. Потому что тот вариант, который вы используете для повседневности, эти комплекты, которые вы используете, они не совсем подходят, так скажем, да, я объяснила причину. В таком виде вы выглядите элегантно и стильно, и я думаю, что и вам самой удобно и приятно. Мне очень удобно, нравится, да. Ну что ж, я предлагаю сейчас подобрать нам образ для финала, ну а потом мы отправимся к Владимиру. Я согласна. Так, Владимир, Татьяна очень любит и достаточно часто экспериментирует с различными техниками окрашивания волос. Мы можем судить по состоянию волос, да, что там перепробовано очень много различных техник. И у нас сегодня непростая задача, я так понимаю, да, чтобы не травмировать в очередной раз волосы, но и в то же время добиться достойного результата. Да, из-за того, что не может определиться с техникой, поэтому, конечно, волосы очень сухие, нам достаточно придется долго сегодня поработать и достичь очень красивого результата, чтобы не травмировать волос еще больше. Потому что он уже настолько сухой и травматичный, что он даже рвется на концах. При осветлении это будет, конечно, пагубно. Сделаем красивый сегодня цвет, потому что внешность очень интересная, хочется придать шар моей просто. И более нейтрализовать это все, да, более нейтральный цвет сделать. Не делать яркую блондинку, а сделать более нейтральный цвет, но чтобы он и подошел ей и по качеству волоса было все отлично. Зарина, приветствую тебя в нашем проекте. У Татьяны хорошая кожа, да, и, в принципе, тот образ, который мы ей подобрали, достаточно повседневный. И, конечно же, макияж, наверное, должен отражать это. Вот как ты думаешь, какие мы можем сегодня акценты расставить и какой макияж ты планируешь сделать? Я вижу нашу героиню с мудовым макияжем, у нее отличная кожа, красивые глазки, все достаточно идеально. Я сделаю акцент на глазки, тон кожи немного подправим и, наверное, легкий такой красивый оттенок губ будет. Я думаю, что будет цвет немного такой коралловый. Я думаю, что с тем образом, который мы подобрали, все это взаимосвяжется и будет очень... Да, должно быть красиво. Окей, тогда приступаем. Наш невероятно насыщенный день подошел к концу. Пришло время насладиться результатом. Итак, встречаем Татьяну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, очень глазки вылезы. Очень глазки вылезы. Да, очень красиво, мне очень нравится, она изменилась. Ну, я очень рада, что она такая стала. Эльвира, ну она не сильно изменилась Ну есть, как говорится, есть преображение Все-таки изменения есть В лучшую сторону Будем надеяться, что вся будет оставаться такой же красивой Александр? Неожиданно очень Я ее такой прежде не видел Мне нравится Татьяна, я знаю, что вы давно знакомы с Татьяной Да, Татьяна давно знаю И она всегда была красивая Увидев ее сегодня, она очень сильно преобразилась Стала намного красивее, чем была Я рада вас видеть сегодня Вообще очень довольна, что обратилась к помощи имиджмейкера Это своего рода такое приключение, которое вдохновляет и стимулирует И всем советую Потому что сегодняшний образ для меня крайне необычный Я впервые вижу себя такой Хочу выразить огромную благодарность Холидеи, ее команде Владимиру, который поработал над моим цветом волос Зарине, визажисту Большое вам спасибо И вам спасибо Спасибо за такие слова Как приятно видеть счастливые лица наших героев Ну а с вами, друзья, мы прощаемся Увидимся ровно через неделю Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok